Эксперт сегодняшней серии Олег Гончаренко, директор компании Kivuru Games. А защищаться сегодня будет Shady Business. Shady Business это космическая онлайн-стратегия, в основе которой лежит принцип развития своей корпорации. С изучением технологий, внедрением чертежей, прокачкой пилотов, интересная и разнообразная система крафта позволит игрокам делать уникальные обвесы для своих кораблей, из которых потом нужно будет правильно формировать флоты для выполнения тех или иных боевых задач. В игре будет представлена система специализации, которая позволит разным игрокам абсолютно по-разному играть в одну и ту же игру, торгуя друг с другом и объединяясь под руководством сильного лидера в синдикаты. Основной задачей главы такого синдиката будет собрать под своим управлением команду из активных игроков, представителей всех специализаций и управлять ими таким образом, чтобы максимально доминировать в космосе и получать максимальное вознаграждение от игры. По сути перед нами игра с не нулевой суммой. Ну вот, такая вот у нас игра. Я понял. Большое спасибо, очень интересно. Расскажите, пожалуйста, что у вас есть на данный момент и почему вы думаете, что вы сможете реализовать такой проект? Что у нас есть на данный момент? У нас есть много разрозненных, сложных, но основных внутренних элементов. То есть, когда мы начали разрабатывать игру, у нас перед нами стал вопрос, по какому пути пойти? Сделать красивую форму и начать ее продавать, и рассказывать про то, что у нас может быть хорошее содержание. Либо сделать акцент на сложном содержании, но потом всем предлагать, оформить это содержание и придать ему хорошую форму. Мы, ну из-за нехватки бюджета, конечно, мы пошли по второму пути, мы пошли по пути содержания. Поэтому у нас на данный момент разработано все основное, как бы, лор игры, основное ядро игры. Вот. У нас разработана своя клиентская серверная часть. Мы не будем брать ее в аренду. У нас очень сложная структура игровая. И в отличие от большинства, как бы, разработчиков игр, которые привыкли эту часть перекладывать на уже имеющиеся, как бы, разработки. Вот. Мы, клиентская серверная часть, решили полностью разработать под себя. Вот. Что еще у нас есть? То есть, у нас есть все внутриигровые основные модели и механизмы. У нас разработана своя математика внутриигровая. У нас разработана своя система вероятности. Скажите, чем лучше вот есть ЭВА, да? Известная космическая стратегия. Иф онлайн называется. Мы прожили в ней по пять лет все. Все синдикаты за Украину там сражались. И что вы нашли такого, что вы делаете с нас там? И что вы делаете с нас там? Именно благодаря этой игре и появилась идея формирования нашего проекта. Почему появилась? Потому что в ЕВА постоянно тебе чего-то не хватает. Все классно, но чего-то не хватает. На какой бюджет вы ориентируетесь? Вот то, что вы озвучили, вы понимаете, какая вам команда и сколько времени вам необходимо для реализации данного проекта? Бюджет, я вам так скажу, это самый странный вопрос. Хорошо. Вы сейчас меня поймете. Нет, я просто приблизительно вам его скажу, я хочу услышать ваши ожидания от этого бюджета. Наши ожидания? Да. Я вам объясню, почему у меня конфуз такой по этому вопросу. Потому что на самом деле мы работаем над проектом уже пять лет. То есть, ну, пять лет с минимальным бюджетом. То есть мы по чуть-чуть там сначала... Я понимаю, да. Вот, но на основе всех этих пяти лет делала серьезная аналитика. То есть проводилась аналитика. И наш проект, он подстраивался по требованию рынка. Велись коммуникация с другими представителями... Окей, ответьте мне на вопрос, сколько вам надо денег? Так вот, мы посчитали, что нам надо 500 тысяч на этот проект. Вот, и здесь я вам хочу сказать самую главную вещь, почему у вас не получится. Потому что стоимость этого проекта от пяти миллионов долларов... Ой, так я вот к этому и хотел подвести. Мы общались... От пяти миллионов долларов и три года разработки. Да, вот это... Неважно, на какой стадии вы сейчас находитесь. Команда 60-70 человек с людьми, которые работают 10 плюс лет в этой индустрии, и у которых есть как минимум один выпущенный ММО-проект. Но если у вас такого опыта нет, я вам хочу сказать, что 99.99 в периоде вероятность того, что ваш этот проект никогда не получится. Вы уже пять лет работаете, вы находитесь на какой-то стадии того, что вы собираете, вы где-то играете и так далее. Для того, чтобы реализовать этот проект, это большой интересный проект. Поверьте, я в этой индустрии уже много чего увидел и понимаю, что необходимо сделать. А более реалистичная цифра, это 10 миллионов, плюс столько же, может быть, умножить на 2, это маркетинг. То есть, грубо говоря, надо 30 миллионов долларов для того, чтобы этот проект вышел. Пока Кирилл будет искать инвестора в Украине, у которого есть 30 миллионов долларов, поддержите его проект своими голосами. Если ты считаешь, что у проекта получится, ставь сердечки. Если же нет, слезливые смайлики.